Мир волшебных мелодий так назвала свой сольник в детской филармонии Александра Князева. Оглянись вокруг и поймешь, а ради чего ты на земле живешь. Для Александра Князева это песни, которые идут из самой души. Александра поет с шести лет. Сегодня ей всего 12 лет. А она уже стипендиат управления культуры, лауреат международных, региональных и городских конкурсов. И выступает со своим сольным концертом «Мир волшебных мелодий». И дело не только в таланте. Когда я пою, я стараюсь, чтобы у каждого человека, даже самый хмурый дяденька, улыбнулся обязательно. Чтобы было хорошее настроение у зрителя. На этом концерте все софиты направлены на Александру. Волнение не просто перебороть, но рядом с ней ее друзья. Ансамбли «Гармония» и «Тик-так». В музыкальной школе очень дружный коллектив, и все поддерживают друг друга. Ну и, конечно, любимый преподаватель Елена Тарасова. Она для Александры друг и вторая мама, для которой важен не только творческий успех. Самое главное, конечно же, это не только профессиональные какие-то навыки получить. Самое главное, чтобы она полюбила петь. Чтобы это стало ее неотъемлемой частью. Александра и на фортепиано играет, и брейк-данс танцует. И во всем добивается успеха. Она целенаправленно идет к своей цели. И во всех песнях. «Звезда. Россия моя купола золотые». Оглянись вокруг. Чувствуется радость творчества, которую она хочет подарить зрителям. И всегда на губах только добрая улыбка. Это актерское искусство. Потому что даже если у тебя плохое настроение, надо выйти с улыбкой. Александре уже удалось добиться того, что есть лишь у немногих. А она мечтает о большем. Стать звездой. Почти у каждого в детстве есть такая мечта. Но у нее есть все шансы, что она сбудется. Главное – огромное желание. Бывает тяжело. Выдержать несколько песен, спеть подряд. Иногда очень сильно устаю. Приду домой и просто сразу ложюсь на кровати и лежу целый вечер. Так вот. А ты никогда не думала отказаться? Нет, никогда не думала. Мне очень-очень это нравится. Даже не хочется отказываться. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область.